Вот скажите мне, что делать властям, которые четыре года подряд поют, пляшут и не вылазят из всяких форумов и банкетов. При этом общий уровень жизни и доходы населения в регионе неуклонно падают. Все правильно. Нужно начинать беспрерывно рассказывать о своих достижениях, победах и триумфах. Вот только реальность все это дело потихонечку начинает опровергать. На минувшей неделе стало известно, что Башкирия вышла в лидеры. Но, к сожалению, в лидеры по загрязнению атмосферного воздуха промышленными выбросами по всей России. А если точнее, то это седьмое место из 87 регионов по абсолютной массе атмосферных загрязнений. Но об этом, конечно, нам не расскажет БСТ. А еще неумолимая статистика объяснила нам, что дорогой Радий Фаритович на прошлой неделе нам прямо в глаза наврал о том, что Республика Башкортостан вышла в лидеры по средней продолжительности жизни. Помните, как с восторгом он заявил, что у нас тут люди, оказывается, живут в среднем по 73 года, а это сильно круче, чем в среднем по Российской Федерации. Так сообщил дорогой Радий Фаритович на минувшей оперативке, буквально в минувший понедельник. Я вновь говорю, коллеги, благодаря деятельности наших врачей, у нас средняя продолжительность жизни перешагнула 73, и она у нас сейчас выше средней продолжительности жизни в Российской Федерации. На самом деле, оказывается, федеральная статистика говорит, что средняя продолжительность жизни по Российской Федерации составляет 73,4 года, и это средняя. То есть в некоторых регионах живут существенно дольше. Так что Радий Фаритович опять пальцем в небо попал. Цены на бензин в Республике Башкортостан растут, как говорится, стремительным домкратом. Уже четыре раза только за июнь месяц поднимались цены на заправках в Республике Башкортостан. И это при том, что чуть ли не половина всего российского бензина производится непосредственно здесь в Уфе. Ну и еще немножко стерильтомаки. То есть у жителей, конечно же, обоснованное недоумение вопроса к главе региона, что происходит, Радий Фаритович. Почему мы, производя чуть ли не половину российского бензина, который не нужно никуда возить, продавать можно прямо здесь, буквально из крана, который протянут к заводу, мы почему платим за него значительно больше, чем во многих регионах Российской Федерации. Хабирова начали бомбить этим вопросом в его соцсетях. Ну, естественно, дорогой Радий Фаритович, комментировать подобные неприятные вещи не собирается. И в бой была отправлена Верная Прочаковская со своей стирательной резинкой, которая без конца удаляет и удаляет вот эти обидные вопросы и комментарии. Судя по всему, в ответ на вот эти вот неприятные вопросы, которых становится все больше и больше в последнее время, у Радий Фаритовича есть только один ответ. А зато к нам привезут еще 9 зубров, и общее поголовье зубров в республике Башкортостан составит аж 50 штук. Ну, неужели жителям еще что-то нужно, кроме того, что в Башкирии, наконец, завелись зубры? Ну, вот действительно, стыдно, по-моему, спрашивать там про бензин, про дорогое ЖКХ, про плохую медицину, про убитые дороги. Это все стыдно. Граждане, ну, радуйтесь зубрам. Мы очень рассчитываем на то, что помощь открытой политике со стороны наших подписчиков, это не только желание сохранить для себя объективный канал информации, но и способ заявить о том, что пропаганда, ложь и непрофессионализм некоторых наших СМИ еще не убили окончательно остатки мозгов у населения республики. Я полагаю, что те, кто помогают нашему каналу, еще и каким-то образом самовыражаются и подтверждают то, что они сохранили здравый смысл и надежду на лучшее будущее. А помогать нашему каналу материально, к сожалению, можно единственным способом, это перечислять средства на тот расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в описании под каждым нашим видео. Обязательно ставьте лайки, это важно, обязательно оформляйте подписку на наш канал и, кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на котором вы найдете не только все наши видео, но и еще очень много интересных и оперативных материалов каждый день. В республике продолжают вскрываться криминальные аспекты деятельности члена команды Хабирова. Причем, что не неделя, то прямо несколько случаев. Вот, например, на минувшей неделе на два месяца суд арестовал мэра города Межгорье Вячеслава Калугина. Идет следствие, и следствие предполагает, что господин Калугин сам себе неоднократно выписывал денежные премии в обход всех правил, норм и согласования с местным горсоветом. Ну, согласитесь, схемка прямо, скажем, такая прямолинейная и одноходовая. Просто стал уже брать деньгами, как говорится, да, без всяких там закупок, процентов, конкурсов и прочих хитростей. Да, ну, просто деньгами и в карман сразу. Ну, вот, собственно, эта глупость и примитивность, она характеризует вообще, в принципе, всю эту команду. Вдобавок к этому, Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан выявило одну абсолютно гениальную схему, которую применял господин Мавлиев, будучи еще мэром города Нефтекамска. Закупая 950 уличных светильников для освещения родного города, мэрия разбила вот этот конкурс «Лот на закупку» на 20 отдельных контрактов. И без конкурса, по сути, закупила весь объем этих светильников у своей любимой фирмы «Башлайт», принадлежащей некой Роксане Карамовой. Закупили причем по цене 11 300 рублей за штуку, при том, что сейчас, сейчас вот эти светильники стоят в свободной продаже 6 900 рублей. Ну, то есть, шапочка Мавлиева в данном случае составила 64%, согласитесь, очень нехило. Интересно, вот этот факт достоин внимания Следственного комитета, чтобы не только ФАС у нас возбудился, значит, и что-то там потребовал и отметил, а вот именно чтобы уже следственные органы со всеми вытекающими отсюда последствиями занялись вот этим делом. То есть, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, тут коррупционную составляющую даже доказывать не нужно. Если в свободной продаже в розницу эти светильники по 6 900, их закупают по 11 300, да еще обходя конкурсные условия. Может быть, все-таки Следственный комитет или хотя бы МВД этим всем заинтересуется, либо они должны прямо заявить, что вот так можно было делать. Кроме всего прочего, наверное, нужно обратить внимание на всю вот эту светотехническую деятельность господина Мавлиева уже в городе Уфе. А где гарантия, что сейчас светильники по всем вот этим вот энергосберегающим контрактам не приходят примерно по той же схеме? Ну, в общем, точно в этом нужно разбираться, и вот эту нефтекамскую историю Мавлиева нужно точно тащить сюда, в Уфу, и соотносить все его действия. У меня появляется стойкое ощущение, что все хабировские обещания в области дорожного строительства и решения проблем граждан в области жилья, то есть тут будь то ветхое жилье или обманутые дольщики, так вот, все эти обещания в скором времени начнут лопаться, как пузыри упаковки в руках у психопата. На минувшей неделе прокурор Уфы Воронин ознакомился с ходом строительства развязки Зинина-Нагаева и вынес строгое прокурорское предостережение о недопустимости срывов сроков строительства. Это предупреждение было вынесено в адрес генерального подрядчика Урал-Мостострой и подрядчика строительства Башкиров-Тадора. Объект, напомню, должен быть сдан к концу сентября 2023 года и судя по озабоченности господина Воронина, то, что он увидел на стройке, вовсе не предвещает подобного позитивного завершения строительства и вот вышло такое предостережение прокуратуры. Жители Нагаева в ужасе, жители Зинина, видимо, тоже, а вот подрядчики, субподрядчики и генподрядчики, суть по всему, не торопятся сдавать строительство. В чем причина того, что это строительство не идет по плану, мы пока не знаем, но будем разбираться. И министру строительства Республики Башкортостан Раделю Саетову, та же прокуратура, но в данном случае уже республиканская, вынесла прокурорское предостережение о недопустимости срыва сроков реализации федеральной программы расселения аварийного жилья. Из чего мы делаем вывод, что с расселением аварийного жилья тоже все не слава богу в республике, несмотря на все эти чудесные феерические форумы и расставленные в шахматном порядке юрты. Очевидно, что бывшие оперуполномоченные, а ныне министр строительства господин Саетов, не тянет вопрос государственных программ, и вообще у меня есть подозрение, что он не до конца понимает, что это такое. Но откуда оперуполномоченному милиционеру знать вообще о таких сложных вещах? Ну, жалко, что вот этого еще не понимает сам господин Хабиров. И снова управление федеральной антимонопольной службы. В этот раз оно блокирует контракт с компанией Дор Трансстрой на реконструкцию одного километра улицы Галля в Уфе. Причем по контракту вот этот самый Дор Трансстрой, который, кстати говоря, совсем недавно нам реконструировал чудесную улицу Комсомольскую, так вот этот Дор Трансстрой хотел за миллиард рублей почти реконструировать один километр улицы Галля. Результаты конкурса оспорила фирма Артремстрой. Она тоже участвовала, проиграла, хотя дала более низкую цену. Ну, действительно, я посчитал, если так округлить чуть-чуть совсем, получается один миллион рублей за один метр реконструкции улицы Галля. Ну, возможно, конечно, что Уфас решил попробовать не допустить у нас повторение улицы Комсомольской, но это пока не точно. Одержимость умными, но неодушевленными предметами у башкирской власти, похоже, принимает форму осознания собственной глупости и ничтожности. Ну, возможно, я, конечно, ошибаюсь, но что-то в этом есть. На минувшей неделе Союз нищих и бездомных города Уфы выразил мэру Мавлиеву безмерную благодарность за строительство сети ночлежек, которые Мавлиев по недоразумению и недоумению называет умными остановками. На минувшей неделе появились видеокадры, как бездомные охотно вселяются в эти чудо-павильоны и осваивают их загадочные функции. Пока бомжи расселяются в умных остановках, господин Мавлиев, видимо, продолжая тосковать о естественном интеллекте, продолжает обожествлять неодушевленное и неживое. В этот раз он открывает умные тренажеры. Такие тренажеры, поставленные на улице, весь ум которых спрятан в наклеечку с QR-кодом, расшифровать в которой вы получаете инструкцию по применению этого спортивного снаряда. Но кое в чем, мэрия Уфы все-таки вынуждена пользоваться функциями собственного головного мозга и сознания и применять их на практике. Например, им удалось отлучить от победы в конкурсе на поставку 15 троллейбусов зловредную компанию «Трансальфа». Причем победителем в этот раз и вновь признан башкирско-белорусский троллейбусный уфимский завод. Мозг мэрии счел более низкую цену «Трансальфа» не поводом для победы в конкурсе. Ведь в тех заданиях сказано, что у троллейбуса должно быть именно 5 форточек, а не до 10 форточек, как предлагала «Трансальфа». По странному стечению обстоятельств троллейбус уфимского троллейбусного завода оснащается именем 5 форточками. И не беда, что он дороже. Деньги же, собственно, не свои, а вот 5 форточек или 8 – это же принципиально важно. Если отбросить в сторону иронию, то мы будем внимательно наблюдать за вот этим конкурсом на поставку троллейбусов. Дело в том, что уфимский троллейбусный завод, по моим инсайдерским данным, не вполне готов к тому, чтобы исполнить вот этот заказ на 15 троллейбусов. И, собственно, где-то там в кулуарах владельцы и сотрудники этого троллейбусного завода были даже рады, что «Трансальфа» выиграла этот конкурс. Но Ради Фаридович же обещал братьям-белорусам безумное сотрудничество в области троллейбусостроения, потому как бы так тому и быть. Ну, в общем, будем наблюдать ситуацию и будем рассматривать ее всерьез. Воюя с оператором по вывозу твердокоммунальных отходов Диртюли-Мелеводстрой, Ради Хабиров дал Министерству экологии команду стоять насмерть и не шагу назад. Понимая, что отступать некуда, позади стоит Ради Фаридович с вилами, но не имея работающего юридического механизма замены оператора твердокоммунальных отходов прямо на переправе, Минэкология Республики Башкортостан сделала неожиданное и, прямо скажем, фантастическое предложение самому себе. Министерство экологии Республики Башкортостан предложило наделить само себя, то есть его, Министерство экологии, правом на год назначать нового оператора твердокоммунальных отходов по зонам без конкурса и исходя только из личных симпатий. Ну, действительно, тут разводишь руками. Причем тут вся вот эта возня смучительной, в кавычках, работой по отбору, лучшие, которые доблестно будут убирать мусор, которые самые правильные, самые лучшие и так далее, и бла-бла-бла. Вот четыре года назад об этом все время говорили. А теперь мы будем назначать нового оператора, который нам просто нравится. Вот об этом просит Минэкология, просит отменить все вот эти конкурсы, все вот эти строгие условия и так далее, и так далее. Не сложно предположить, что если вот такие полномочия Минэкологии будут даны, то оператором вместо Дюртюли Мелевого отстроя станет компания, которая будет абсолютно правильно понимать условия, которые выдвигает дорогой Ради Фаритович, которая тут же возьмет кого надо в долю и будет работать так, как представляет себе правильным Ради Фаритович, и будет исполнять то, что не исполнял Дюртюли Мелевого отстроя в отношении главы региона. Тем временем в мусоре тонут не только 12 районов, которые обслуживает Дюртюли Мелевого отстрой, но и многие другие регионы республики. Вот посмотрите это видео, нам на минувшей неделе прислали из элитного поселка Чесноковка, который прямо под Уфой. Вот картина, как она сложилась сейчас там с вывозом мусора и его складированием. Причем здесь Дюртюли Мелевого отстрой не до конца понятно. Поселок Чесноковка, здесь я не знаю сколько мусора, копилось, короче все битком, уже ставить некуда. В общем утопает поселок в грязи, в мусоре. Вон уже даже за пределы мусорной площадки все накидали. Там в конце края не видать. На минувшей неделе, 27 июня, и судя по всему в противовес форуму, который бушевал в Уфе, прошел флешмоб. Флешмоб протестующих против возведения храма всех святых в Уфе. Собравшиеся требовали остановить строительство или его подготовку, там до конца процессуально непонятно. Свои требования граждане объясняли тем, что по их мнению храм планируется возвести в охранной зоне археологического раскопа городища Уфа-2. Вообще прозвучало много различных аргументов и требований самого разного характера. Начиная с того, что не хватит ли строить уже храмы в Уфе, их и так уже 60, и заканчивая откровенно ксенофобскими рассуждениями или рассуждениями, граничащими с ними. Мы не будем приводить здесь эти рассуждения и цитировать их, но отмечу, что аргументы были очень разнородные. Лично мне стало понятно одно – власти в очередной раз продемонстрировали удивительную легкомысленность, если не сказать хуже, в сфере межконфессиональных и религиозных вопросов. Ну, ладно, Кельсинбаев, Урал, он таких слов не знает, его об этом спрашивать не будем и винить в этом нет его смысла. Но куда смотрели люди поумнее, которые все-таки есть еще в администрации? Куда смотрел, например, Забелин? Куда смотрели уполномоченные по вопросам межконфессиональных и прочих межнациональных отношений? Почему заранее, ясно и четко БСТ и прочая свора вот этих вот башкирских СМИ не объяснила, на какой земле будет строиться храм, почему он там будет строиться, кому это нужно, кто будет возводить храм и так далее, и так далее? За что получают зарплату Прочаковский, Кельсинбаевы, Зарафудиновы и прочие, прочие, прочие? Те, кто в первую очередь должны разъяснять предварительно подобные чувствительные вещи. В общем, конечно, власти в данной ситуации обделались по полной программе, причем в очередной раз. Как-то теперь надо подтираться, утираться, я не знаю, получится ли погасить вот эту волну протеста против строительства храма, я точно не знаю, как и многие из нас не знают, на какой земле строится и собирается строиться этот храм, прямо ли на раскопе, рядом ли с раскопом. Вот эти вещи как раз не удосужились объяснить в городе. Ну и, конечно, плеснули бензинчика в огонь, как говорится, не применули этого сделать. Господин Мавлиев, например, к которому обратились с вопросом о наличии, отсутствии разрешения на строительство, который с радостью и как-то даже с неким злорадством подтвердил, что никакого разрешения на строительство храма там нет. Ну и наш предстоятель православной церкви в регионе, господин Никон, или как там его зовут, в Миру, тоже поспешил откреститься от этого храма, заявив, что он никакого отношения к нему не умеет. В общем, конечно, сейчас либо властям нужно прекращать это строительство и отступиться, либо нужно четко, подробно, внятно, разомкнув уста всяких Зарафудиновых и Прочаковских, объяснить публике и населению, кто, что и почему собирается строить в этом месте. Как я и обещал, завтра, 2 июля в 21.00 пройдет у нас очередной 85-й стрим открытой политики, и мы решили посвятить его исключительно обсуждению вопросов так называемого мятежа Пригожина. На данный момент кое-что уже стало понятно, кое о чем можно рассуждать, уже проявились реакции и высшего руководства страны, и руководства регионов, как говорится, есть о чем поговорить, но и вопросов осталось масса. Так что, если вас что-то интересует и вы хотите задать какой-то вопрос на эту тему мне, смело пишите этот вопрос в комментариях вот к этому нынешнему, сегодняшнему видео, я обязательно эти вопросы увижу. Ну и, естественно, завтра в 21.00 подключайтесь к стриму открытой политики, будем обсуждать в эфире, отвечать на вопросы, думать и делать выводы.